чтобы понять, что есть совершенный певческий голос и что есть совершенная вокальная техника. Но первым великим певцом, к которому мы обращаемся, сегодня будет иллюстрация его голоса, это наш соотечник Фёдор Иванович Шаляпин. Лауре Вольпе сказал о нём, это итальянский певец Лис Ласкало, что Шаляпин стал басом-эталоном, и его имя облетело континент. При этом он отметил, что Шаляпин знал секрет резонансного пения. Как он сказал, Шаляпин знал этот драгоценнейший секрет. Сам Лауре Вольпе тоже его знал. Пресса писала о нём, что его до диезы долетали до Луны. Это выдающийся певец, 30 лет на сцене Ласкало. Ну, другие мастера вокального искусства, скажем, Образцова Елена, которая сегодня ещё блистательно представляет наше вокальное искусство на мировой сцене, она убеждённая сторонница резонансного пения. Она считает, что голос, профессиональный голос певца не может быть сформирован без помощи резонаторов. Перед чётом добавляет, что должна быть связь резонатора и дыхание. Кстати, на этой связи связь резонатора и дыхание, ну, стоит большинство мастеров вокального искусства. Это альфа-омега резонансного пения, совершенство певческой техники. Возникает вопрос, почему же мастера так ценят резонанс? Что это такое? И мы обращаемся, конечно, к теории резонанса. Вот на экране появилась кривая резонанса. Теоретически резонанс способен усилить звук до бесконечности. Вот эта кривая в точке резонанса поднимается кверху. Амплитуда резонирующего тела как бы теоретически устремляется к бесконечности. И фактически она ограничена, и ограничение это зависит от характера резонанса. Второй закон резонанса состоит в том, что резонатор усиливает не любой звук, а лишь тот, который соответствует его собственной резонансной частоте. И, наконец, третий закон резонанса. Это очень важный для вокалистов закон. Резонатор усиливает звук, не требуя от источника энергии никакой дополнительной энергии. Ну, на лекциях по резонансной теории в консерватории я демонстрирую такой опыт. Вот, кстати, показали нам резонатор Генгольца. Он может усилить звук до 40 дБ. И даже простейший цилиндр тоже так делает. Откуда резонатор берет энергию? На лекциях я снимаю трубку телефонную. Слышите звук телефонного зума? Нет. Подставляем резонатор. Заранее настроены. Трубка запела. Ее слышат все в зале и даже за дверью. Отнимаем резонатор. Трубка молчит или еле пищит. Откуда резонатор взял энергию? Это очень интересный вопрос. Сериалистический. Нет ли здесь нарушения закона сохранения энергии, на котором зиждется весь мир и вся наука? Нет. Нарушения нет. Дело в том, что любой источник звука без резонатора очень малоэффективная система. Голосовые связки певца. Они представляют собой очень маленькие образования. Ну, два с лишним сантиметра у баса и полтора у сопрано. Раскачать большие объемы воздуха в, скажем, большом театре, они не в состоянии. Это малоэффективность. Поэтому голосовые связки певцы в себя в союзнике резонатора. И они-то уже излучают звук в окружающее пространство. И это излучение, уже увеличенное, скажем, на 20-30 дБ, звучит и способно озвучить большой театр и противостоять мощному противодействию, скажем, симфонического оркестра, который создает большую завесу акустическую для певца. Но в этом попозже. Вот очень важный закон резонанса. Резонанс увеличивает звук за счет повышения коэффициента полезного действия голосовых связок. Этот коэффициент сотые тысячи доли процента, по некоторым данным. И он увеличивается в десятки и сотни раз при действии резонатора. И энергия здесь появляется как бы из самого же источника, но более рационально используется. Превращается большая часть энергии в звук. Вот. И это замечательный закон известен у вокалистов под таким очень метафорическим определением. Нужно петь на проценты, не затрагивая основного капитала. Любопытная такая сентенция, которая предусматривает, что вот, допустим, работа голосовых связок – это как бы основной капитал, а то, что резонаторы дают добавку на это – это те проценты. Так вот и пойте на эти проценты. Вот орган. Он же весь состоит практически из резонаторов. Трубы – это, собственно, и есть резонаторы. Большие трубы усиливают низкие звуки, средние – средние. А высокие звуки порождаются совершенно маленькими трубками резонатора. Духовые инструменты – то же самое. Ну, теперь обратимся к проблеме, что же собой представляет с акустической точки зрения певческий голос. Акустика певческого голоса. То, что мы слышим. Самое главное в акустике певческого голоса – это его тембр. Сила, конечно, важна. И мощные певческие голоса до 120 дБ способны пробить оркестровую мощь и слышится на ее фоне звучать большие помещения. Звукопосудный большой диапазон. Вибрато. Но самое важное достоинство певческого голоса – это тембр. Если голос огромный, но не имеет специфического профессионального певческого тембра, это стихийное бедствие, как говорят, а не профессиональный голос. Вот что же такое представленный голос? Перед вами спектр певческого голоса. Это Шаляпин, поет «Сомнения». Последняя нота «Ми», которую мы услышим в конце передачи. Сейчас не будем терять время. Тембры обеспечиваются бертонами. Вот эти столбики на спектре, которые сейчас представлены на экране, это и есть бертоны. Они сгруппированы в две группы. Нижняя певческая формата – это группа бертонов слева. А верхняя певческая формата – это группа бертонов справа. Причем нам лучше представить вот этот график не в форме вот такого частокола или гребенки бертонов, а в форме линии, огибающей вершины этих бертонов. Так мы дальше будем представлять наши спектры голоса. Так, вот сейчас мы видим здесь на экране три спектра певческого голоса Шаляпина. Важно упомянуть, что бертоны певческого голоса порождаются и форманты певческого голоса, и высокая и низкая, есть результат работы резонансной системы. Это в теории речи образования, в теории певческого образования – это аксиома. Если есть усиление, значит сработал резонанс. Здесь сильные, большие усиления – это работа резонансной системы. Ну и вот мы видим сейчас уже другой звук Шаляпинского голоса. Шаляпин поет «12 разбойников» и конечный куплет за кудеяра разбойника «Будем мы Бога молить». Высокая и певческая форманта придает голосу звонкость, яркость, серебристость и полетность. Низкая придает мягкость, массивность, такое иное тело певческого звука. Но как доказательство, например, высокая и певческая форманта придает звонкость? Еще где-то в 60-х годах я провел такие опыты, которые стали широко известны уже и у нас, и за рубежом. Я выделял с помощью аналоговых электрических фильтров высокую форманту из голоса мастеров. Здесь Шаляпин, здесь Короза, Батистиня, там много мастеров. И мы наблюдали, что же происходит с киркским голосом. Сейчас к нам пришел на помощь компьютер. И компьютерные методы очень ящно могут один обертончик удалить, другой – 2,3. Певческая форманта Шаляпина стоит здесь из 4 обертонов – 2 центральных и 2 по бокам. Они не видно, за ней сглажены. Давайте удалим высокую певческую форманту из голоса Шаляпина и послушаем, что произойдет. Во втором опыте, сначала Шаляпин будет петь полным спектром голоса, мы услышим звонкий, яркий, мощный звук. Во втором случае мы услышим глухой, как в мат, звук, лишенный певческой форманта. А в третьем случае мы должны услышать саму высокую певческую форманту, то есть то, что мы удалили из голоса, вот эти группы высоких обертонов. Это где-то в районе Ре-Соль четвертой октавы, но у мужиков, мужчины, простите, это где-то Ре-Ми четвертой октавы. Это крайние клавиши правой руки на пианино. Ну давайте послушаем, что будет с голосом Шаляпина. Дайте нам, пожалуйста, звук голоса Шаляпина. Нормальный. Шаляпин. Двенадцать разбойников. Полный спектр голоса. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Шаляпин. 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 Будем ему мы служить за Кудьяра Распайника. Будем мы Бога молить. Сейчас то же самое, с голоса удалена высокая пейская форма. Высокая певческая форманта Шаляпина из того же отрывка. Ну, поскольку мы слышим, что высокая певческая форманта действительно звучит очень звонко, то она-то и придает певческому голосу звонкость. Ее можно измерить и выразить в процентах. У хороших певцов этот процент достигает большой величины, порядка 30-40-50%, у Шаляпина даже еще выше. У плохих где-то порядка 5-10, голос глухой. И вот этот процент на содержание высокая певческая форманта Голоса Шаляпина я предложил в то время называть коэффициентом звонкости. Был термин «полетность» или «носкость», но он не очень удачный, поэтому мы заменили его, и этот термин привелся, коэффициент звонкости голоса. Коэффициент звонкости голоса, поскольку он отрезается от резонаторов, он является резонансным показателем техники. Вот Сергей Яковлевич Лемешев появился на экране. Это второй наш юбиляр. Шаляпин 130 лет, столкнулся с 13 февраля, а Лемешев в прошлом году 100 лет с дня рождения. Послушаем, как его голос реагирует на вот эту манипуляцию с обертонами. Пожалуйста. Сергей Яковлевич Лемешев, Ариоза Ленского. Полный спектр голоса. Лемешев, Ариоза Ленского. Из голоса удалена высокая певческая форманта. Высокая певческая форманта из голоса Лемешева из того же отрывка. Вот мы слышим то высокая певческая форманта Лемешева. Он тенор, а нижней звучит. Она звучит выше, нижней. Чем более драматический голос, тем более густо и плотнее звучит высокая певческая форманта. У женщин она еще может быть повыше и еще более нижней. Она определяет, собственно, тембровые особенности типа голоса. Типы лирический, драматический, так сказать, лирико-драматический. Определяется распределением форманта. Певческая форманта придает голосу и очень важное профессиональное качество, как полетность. Способность резать оркестр, пробиваться через его. Дайте, пожалуйста, следующий рисунок, где будет изображен спектр рояля синий. И вот темным это голос Шаляпина. Мы видим, как высокая певческая форманта Шаляпина буквально прорезает спектр оркестра. Именно потому она и слышится на фоне оркестра. Кстати, и низкая певческая форманта там имеет тенденцию тоже вырваться за пределы оркестрового спектра. Это очень важное свойство, так как дирижеры, это свойство очень высоко ценника, говорят, если голос певца не режет оркестр, ему нечего делать на сцене Большого театра и любого оперного театра. Ну что же говорит физиология о происхождении вот этих чудесных свойств певческого голоса? Обратимся к физиологии. Ну, во-первых, дайте нам кривую слуха. Слух наш, это орган, который неравнозначно чувствительный к разным звукам. Вот эта аудиограмма, нижняя кривая, это пороги слуха. Чем они ниже, тем чувствительнее слух. Потому что это та самая минимальная энергия, которую мы слышим. Вторая кривая, это спектр речи, который, оказывается, как бы согласован со слухом. Чем больше чувствительнее слуха, тем меньше обертона речевого голоса. А вот певческий голос, он как раз, как бы перекачивает свою энергию в область максимальной чувствительности слуха. И, собственно, от того он хорошо и слышен. Как бы поражает самые чувствительные области нашего слуха. На этом основано вот такое вот воздействие певческой форматы на наш слух. Певцу не нужно сильно нажимать, что называется, на голосовые связки. Он может петь с средним звуком, но он будет очень громкий. Потому что он адресован в основном с чувствительным зонам нашего слуха. Следующий рисунок, пожалуйста, нам будет комментировать, как устроены резонаторы певческого аппарата. Это разрез, так сказать, гипотетический резонаторов. Они делятся на нижние, это прохея бронхи. А они и верхние, то, что выше гортани. Это глотка, носоглотка, ротовая полость, носовая полость. Там еще различные передачные пазы и носа. Но где же образуется низкий, где высокий формат? Этот вопрос только сегодня получил буквально последние годы, что ли, окончательное решение о происхождении высокой форматы. Были догадки, что она образуется в небольшой надгортанной полости. Об этом говорил Сергей Николаевич Ржевский, наш крупнейший акустик. Еще раньше Бартоломью. Впрочем, Бартоломью это тоже в эти же годы. И вот сегодня точно доказано с помощью компьютерных методов, в частности программы и модели доктора физмат-наук Сорокина, Виктора Николаевича, что это мои исследования с его программой. Показали, что действительно высокой опиевской форматы образуется маленький надгортанный резонатор, который образуется с сужением входа в гортань за счет сближения надгортанника и черепловидных речей. Здесь это идет под номер, по-моему, 16. Я их плохо разбираю. Но не важно. Важно, что это маленький надгортанный резонатор, где-то порядка 3 кубических сантиметров. А низкая певская формата, это уже более низкая формата, и ей нужен больше резонатор. И вот показано, что она образуется всем ротоглоточным рупором, начиная от гортани до кончиков губ. При этом язык в классическом положении у певцов, как правило, лежит у кончиков зубов. В речи он очень ведет себя активно и перегораживает нашу, эту ротоглоточную полость, как бы на две части, образуется такой сдвоенный резонатор генгольца. А пение он предпочитает покоиться на дне ротовой полости. Вторым резонатором, образующим высокую и низкую певскую формату, является грудной резонатор. О нем менее есть согласованные мнения. Большинство признает, некоторые педагоги отрицают его роль. Но сейчас абсолютно точно, научно доказывают, что это резонатор. Здесь и опыты Фанта, крупного шведского ученого с японскими исследователями. Мои опыты, которые были поставлены с помощью вибрационных измерений грудного резонатора уже с поверхности грудной клетки. Как это? Как это?